Здравствуйте! Я рада вас опять видеть, дорогие тестировщики. Меня зовут Ирина Гертовская, и мы сейчас с Аней Горботенко, Беляниной, которая выскочила и сейчас придёт, расскажем вам, как надо аналитиков выстраивать. В прошлом году, в октябре, я проводила мастер-класс на предыдущем Esquire Days. И, в общем-то, вроде как оно зашло, и решили продолжить традицию. Поэтому в этом году найти ошибку аналитика 2. А скажите, пожалуйста, кто был в прошлом году на докладе? Руки поднимите. На мастер-классе. Немного. Хорошо. Это хорошо, потому что у нас есть и старый материал, который вы узнаете, и новый. Итак, меня зовут Ирина Гертовская, я аналитик, разработчик, тестировщик, всё в одном флаконе в течение многих лет, а последние лет 15. аналитик, руководитель подразделения аналитиков, там, организатор обучения крупной IT-компании, ну, в общем-то, и так далее. Выступаю на конференциях сейчас, что-то здесь не написано. А, ну, написано, там, организовываю лав, приезжайте на лав в этом году летом, под Москвой он будет, ну, и соавтор профстандарта, бизнес-аналитик. Итак, вы мне уже сказали, кто был, а скажите, пожалуйста, вот, если вы были, что-нибудь применили, что-нибудь помогло в вашей работе, из того, что вот... То есть требования тестировали... Вы и раньше их тестировали? Ага, понятно. То есть какие-то знания ваши помогли. Вот. Ну, вот мы сейчас, мы повторим, ну, раз аудитория новая, я не буду всё повторять прошлого мастер-класса, он есть, я думаю, в сети есть, посмотрите его, но самые основные проверки я покажу, я на всякий случай их сюда включила. Вот. И о чём доклад? Мы говорим о требованиях к требованиям. А скажите, пожалуйста, зачем нужны требования вообще? Что это такое? Кто-нибудь может сказать? Для чего они нужны? Задания к разработке, да. А зачем нам задания к разработке давать? Да. Чтобы максимально реализовать то, что хочет заказчик. Что-то среднее между языком заказчика и реализатора. Вот. Да. Тут ключевое пошло, я вас потом спрошу, ключевое пошло для того, чтобы реализовать то, что хочет заказчик. То есть мы, вообще всё, что мы строим, мы для удовлетворения кого-то, для заказчика или клиента нашего заказчика, ну вот кого-то, людей. Мы просто так их не строим. Вот. И эти требования у нас, в общем-то, для того, чтобы понять, что хочет, мы понимаем, что хочет заказчик и переводим на язык разработчика. Вы совершенно правильно сказали. А потом мы же, тестировщики, проверяем по требованиям и не только по требованиям. В прошлом докладе я об этом говорила, сейчас говорить не буду, потому что есть приёмка и проверка. Кто-нибудь знает разницу между приёмкой и проверкой? Приёмка, проверка. Я так предполагаю, что приёмка – это как раз, что заказчик удовлетворён результатом, а проверка – это тестировщик убеждается, что там минимальное количество ошибок, есть в соответствии с требованиями и так далее. Вот, в соответствии с требованиями, да. То есть сначала мы проверяем, что соответствует тому, что мы сделали, заказа, ну как бы сформировали, дали заказ разработчикам, а потом мы для заказчика, ну со стороны заказчика принимаем, ну мы в том числе. Вот, и это очень важно, чтобы вот этого разъезда между проверкой и приёмкой, ну был он минимальный, по крайней мере, или между тем, что мы нам проверяли и тем, что принимает заказчик требования, чтобы в этот момент были максимально близкими, чтобы не разъехалось то, то, что мы разработали, а заказчик скажет, да нет, я не принимаю, мне это не совсем то, что надо. Вот это вот тоже важная вещь, и я хочу, чтобы просто вы это понимали, когда вы организовываете, когда вы начинаете работать, работать, чтобы вы понимали, что вот эта сходимость нужна. Ну, в общем, мы поговорим там немножко о бизнес-процессах, немножко о диаграммах и их применении для проверки. Несколько диаграмм я покажу, в которыми вы можете пользоваться, они простые, и проверять требования, так проще иногда бывает. Вот, ну, ещё там список литературы, и, как всегда, поиграем. Ну, поиграем мы, в прошлый раз мы играли в ведьмаков, в этот раз мы будем играть в транспортные средства для девушек. Ну, не только, да. Итак, вообще требования – это пригодное для использования представления потребности. В общем, я сейчас пробегу это быстро, потому что это я говорила, вон, в уголочке есть на 29-м SQDs. Вот, но оно может варьировать, и оно вот, то есть, я хочу, чтобы вы поняли значимость требований, и сейчас поняли, насколько важно их проверять, и как их проверять. У нас есть стандарт 29-148, он, ну, есть зарубежный, и есть российский, ну, аналог, который говорит о требованиях требованиям, какие должны быть требованиям программного обеспечения. Вот основные моменты я выписала, он на самом деле не такой маленький, но есть требования группе требований и требования к одному требованию. Это тоже надо понимать, надо понимать на согласованность, что мы должны группы требований согласовывать между собой, мы должны проверить их полноту, чтобы не случилось, что, например, роль какая-то потерялась. Вот это тоже важно, мы иногда роли теряем. И, собственно говоря, требования к одному требованию, ну, вот немножко сейчас посмотрим. Итак, тут, смотрите, когда мы говорим необходимость, вот когда меня спрашивают, а что такое там согласованность, необходимость, в чем она, вот немножко я сейчас вам все-таки объясню, потому что вы сейчас будете проверять это тоже. необходимость требования, какую вообще проблему решаем, требование вообще, нужно или не нужно, или оно так болтается, чтобы оно там поболтаться, вот, зачем оно вообще, оно решает какую-то проблему, ну, тут бы хорошо посмотреть, чью проблему, у нас есть такая роль вообще, вот, ну, хотя бы вот на первую скидку. Там вообще это требование, проверяемость, можно его проверить, или оно непроверяемо, ну, например, обмен должен выполняться быстро, это вот как проверить, вот, а кто скажет правильный аналог этого, этого, этой фразы? Например, а? Конкретное время можно указать, да? Ну, для примера, обмен данными должен происходить в течение, там, шести секунд, после этого создавляться тайма, вот, ответа там, условно говоря, да, но там еще при нагрузке, т.д. и вот, вот эти вот все там приседания, да, это тоже надо понимать, и, то есть, мы должны понимать, что его надо проверить, если у нас говорят, что должны быть права доступа, такие-то, такие-то, то мы должны понимать, что этой роли права доступа, она может делать вот это, а другая роль, которой не назначены эти права доступа, не имеет права делать, Это тоже важно проверять. Не только положительный проход, но и отрицательный. Негативный вариант тоже проверять. Очень важная проверка. Крут. Знает кто-нибудь эту аббревиатуру? Крут, крут, крут. О, знаете. Ну, замечательно. То есть это create, read, update, delete. У нас каждый объект в нашей системе должен создаваться, читаться, корректироваться и удаляться. Либо мы должны сказать, а эта операция запрещена. То есть мы явным образом должны понимать, что этого и не надо. То есть минусовое состояние – это тоже одно из состояний. Если мы, например, не удаляем какие-то объекты в системе, то что должно быть с этими объектами? Может быть, их надо куда-то архивировать, иначе когда-то место переполнится, если большая система, если их будет много. И на каждый из этих вопросов нужно ответить. Мало того, что просто создается, не создается, а кто создает, в каком процессе, или в каком юзкейсе, или в каком месте он создает. И тогда у нас получается, вот как раз это называется полнотой. То есть мы вот эту операцию с вот этим объектом посмотрели со всех сторон. Точно так же можно, в общем-то, по всем. И по ролям, цели роли у нас указаны, вот у нас есть какая-то функциональность. И разные роли имеют разные права. Это вот матрица ответственности раси. Ну, я попозже про нее скажу. Опять же, какую роль забыли? А какую роль чаще всего забываем? Скажите, пожалуйста. У кого было, что роли забывают? Ни у кого не было? Администратора всегда все помнят. Ну, вот бывает, что забывают. Вот. Ну, и самое главное у нас вот эти вот забывания, они стандартные. Они чаще всего одни и те же. В разных командах, но все равно. На одни и те же грабли стоим. Поэтому вот я об этом и говорю, и там есть еще одна строчечка, которую я позже скажу. Наличие негативных сценариев не только позитивное, не только кому права дали, но и кому не дали, и проверить, как они. Это настолько важно с вашей стороны, что это не только... Я сейчас не про проверку, я про проверку требований. То есть не про вашу проверку. Я понимаю, что вот я это... Смешно сказать, тестировщиков учить проверять со стороны аналитика. Это не так. Я про проверку требований. То есть у нас должно быть описано, что в случае негативного. Если у него нет прав, у этого пользователя, а он туда идет, то что? Это должно быть написано аналитиком. Что здесь? Сообщение или как? Или там выпадает просто из разработческих кодов? Или чего? Вот чего? Это надо у аналитиков спросить. Все ли описано в сложных сценариях? Это тоже важно, потому что когда сценарии есть ли то, 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 а есть ли еще то, 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 то мы забываем веточку else. Ну, забываем, да. Не всегда, помню. Когда они сложные, то это. Поэтому есть такой инструмент, как таблица решений, есть инструмент, как диаграммы. Мы сегодня об этом поговорим. И наличие информации по ссылкам в других документах и хранилищах. Потому что мы же часто пишем, я же со стороны аналитика, я же знаю, мы же не будем дублировать. Это неправильно, дублировать в этом документе то, что уже сказано в том. И мы даем ссылку на тот документ. И хорошо, если тот документ есть. А еще хорошо бы, чтобы он был актуальный, а не позапрошлой версии. А такое, ребята, ну, бывает. То есть это тоже, смотрите, и это ошибки аналитиков. Ну, я не буду сейчас объяснять, почему они идут, откуда. Но вы тот фланг, который может это проверить до реализации. Понимаете? То есть когда оно ушло в реализацию, это так. Потом будет разработка трудозатраты, тестирование трудозатраты, возврат, опять анализ аналитика и так далее, и так далее. Это вот столько времени. Поэтому от вас в этом смысле очень многое зависит. Ну и однозначность терминов и наличие терминов в глоссарии. Сталкивались ли вы с неоднозначностью в терминах? Сталкивались. Классно. Кто примерчик приведет? Есть желающие? Например, тестовый стенд. У каждого представителя там разное представление, что такое тестовый стенд, что у него входит, что не входит, ну и прочее. Да, это хороший вопрос. Особенно он хороший с точки зрения тестировщиков, которому надо проверять на определенном стенде, в определенном окружении, ну и так далее. Потому что в другом окружении проверишь, ошибка не воспроизведется или наоборот, состояние правильное не воспроизведется, а кот-то правильно делает. Просто нет окружения. А это тоже трудозатраты нашей всей команды. Это то, что я говорила на прошлом занятии более подробно, занятие в смысле мастер-классе. И немножечко еще для лидов о том, что все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Железно. Закон Мерфи, он всегда действует. И если мы делаем все-таки проверку, как бы там ни было, мы время на тестирование, мы на все время сокращаем. Количество ошибок, переработки значительные. Поэтому это очень ценная работа. И я призываю, если вы можете на это влиять, время выделять на это и проверять. Вот это эффективно. Естественно, до разработки. И то, что мы навыявляли, надо четко записывать. И записывать в тем треке, где вы записываете, регистрировать ошибки на эту тему. А, хорошо, все, понятно. Ой-ой-ой, побежали. Итак, вот проверки по Крут. Я к тому еще вернусь, там еще будет. Вот предметную область, кстати, тестировщики знают всегда много лучше, чем кто-либо другой, надо сказать. Проверки по Крут. Это я рассказывала. Проверки по РАСИ. Вот. У нас есть объекты, у нас есть клиенты. И вот мы понимаем, что, если тут самая главная проверка, что должна быть роль, которой это, то, что мы делаем с этим объектом, нужно. То есть должен быть кто-то, кто только пользуется этой информацией. Если никто не пользуется, так она вообще, может, не нужна. Вот это тоже важно. Задайте этот вопросик. Вот. И поиск упущенных требований для лидер-тестирования. Два. Там был один, здесь два. Вот. Важно. Проверяйте бизнес-требования. То есть раскладывайте требования высокого уровня на составляющие. Проверяйте полноту покрытия. Что у нас, допустим, если есть какое-то бизнес-требование, то все задачи, которые нужно выполнить для этого бизнес-требования, они у нас есть, выполняются. Ну, я не буду сейчас пример, потому что, как бы, мы сейчас в игре этого почувствуем. Проверяйте наличие всех классов пользователей. И это, уже говорила, проверяйте каждое пользовательское требование, которое там есть, для кого оно вообще, вот для кого. Если у нас есть требования со сложной логикой, то они иногда не пишутся текстом. Это очень тяжело. Вы сегодня это увидите. Проверяйте чем-то другим. Таблицами или диаграммами, или вот деревьями решений. Нарисуйте быстренько. Вот сегодня мы покажем несколько способов. И проверяйте диаграммы, если они ему поступают. Вот диаграммы очень интересно проверять, и там сразу видишь эту дырку. Допустим, есть ромбик, из которого должно два решения идти, а идёт только одно. Второго нету. Нет, ребят, такое бывает. Это ошибка. Конечно, ошибка, да. Но если вы скажете, или идёт квадратик, там не квадратик, прямоугольничек идёт, действие, а из него ничего не выходит. То есть или это конец, или тут нету конца. Ну и ещё один момент. Не тратьте на это сильно много времени, потому что углубиться можно всегда и навсегда. Всё-таки понимайте, что время очень ценный ресурс, паралич не надо допускать. Вот контрольный список стандартной функциональности. Я там говорила, заводите чек-листы. Вот вам минимально контрольный список стандартной функциональности. Всегда должен быть журнал ошибок, архивирование, восстановление, ну если нужно. Там права доступа описаны, безопасность, отчётность, печать. И дальше вы можете продолжать там в зависимости от вашей системы. Теперь поговорим про дерево решений. Это вот такая штука, чтобы увидеть сразу все ветки. Вот если у нас есть какой-нибудь «а ещё так, а ещё так, а ещё так», набросайте их. Тут я вот привела диаграмму композиции, собственно, завтрака. Вот что нужно, чтобы приготовить завтрак. Вот нарисовали, и потом вы видите всё. Вы не по тексту проверяете, вы вот здесь вот, вот это сделано, вот это есть, вот это есть. А вот этого нету. Забыли функцию «опустить яйцо в холодную воду». Ну вот и будем мучиться. Вот так, а что ещё там? Да, ну вот так проще контролировать всё. Вот диаграмма потоков данных. Показывает, как данные перемещаются в систему. Но, обращаю ваше внимание, это вот картинка там, я откуда-то с Яндекса взяла, вот сразу предупреждаю. Не показывают, плохо показывают, кто и как выполняет. То есть не надо на этой диаграмме потоков данных, как перемещаются данные, смотреть, какие процессы. Здесь плохо показано. Мы только данные смотрим. А что мы в данных смотрим? Каждый входящий поток применяется для чего? Он для чего нам нужен? То есть каждый входящий поток должен для чего-то применяться. Для какого-то внутреннего расчёта, для передачи в другую информацию, для чего-то. Если он ни для чего не применяется, то вопрос, а он вообще нужен? Ребята, такие случаи бывают. И на это стоит обращать внимание. Мы сокращаем много. То есть почему бывают? Я объясню. Заказчик говорит, я так привык работать. Я вот это получаю. Ну, например, справочники. Я получаю, я их сам загружаю, я их проверяю. А на самом деле в системе уже давно эти справочники не используются. А берётся централизованно и так далее, и спускается. А он всё равно это делает. А зачем? Бывает, что хуже. И не справочники даже. И обратно. Исходящий поток. Он всегда должен содержать что-то, либо входящие данные, либо сгенерированные в самой системе. Могут генерироваться любым образом. Случайным в том числе. Посмотрели или с помощью какого-то алгоритма нагенерили. Но он должен быть откуда-то появляться, эти данные. Вот. И если он ниоткуда не появляется, то, может, то что? Вот. Как бы. То есть он должен содержать какие-то данные. Либо он там передаётся откуда-то прямо туда. Ну, такое тоже бывает. Ну, то есть без изменения. Ну, такое бывает. Редко, но бывает. Ну, вот. Может, он вообще не содержит данных? Вот. Разработали интерфейс обмена? Такое бывает. А данных-то нету к нему. Потому что они не приходят из другой системы. Но, к сожалению, когда у нас сейчас идёт, в общем-то, цифровизация, идёт объединение разных систем, ну, такие вещи случаются. Поэтому вы смотрите на это дело. Ваши права. Вот. Очень хорошая диаграмма плавательной дорожки. Она показывает шаги бизнес-процесса. Если данные у нас, диаграмма потоков, показывает передвижение данных, то здесь плавательные дорожки – это что вообще происходит в систему? Какие роли работают? Здесь роли или подразделения, или даже системы. Бывает, вот, на уровне укрупнения систем такое рисуют. Какие системы? И вот по дорожкам у нас. Они, кстати, могут быть как вертикально, так и горизонтально. Всяко. Вот. Как удобнее. И что выполняется? Какие решения принимаются? Тут вот всего два элемента на самих дорожках. Прямоугольник действия и ромбик выбор. Ну, как правило. Может, там еще какие-то. Если сюда добавить еще объекты и состояние объектов, это вообще умопомрачительно бывает. Я помню, мы один раз так сделали. Была очень большая система. У нас без конца там были ошибки. Ну, поступали заявки, а потом по этим заявкам чего-то генерилось. И люди там, организации регистрировались. Там были в каких-то определенных случаях. Мы их не могли толком узнать. А количество организаций было сотни тысяч на минуточку. И была сплошная нервотрепка, потому что очень много всяких ситуаций. И мы пока не нарисовали вот такую диаграмму. Причем мы пошли на слом нотации. Ну, не слом, а как бы усовершенствование. Мы сюда положили и документы, которые поступают, и их состояние, и роли, которые выполняют. Вот, ну, роли по дорожкам там и это. И когда мы это все сделали, и нам самим понравилось, то через несколько месяцев или там полгода нам сопровождение сказало, какое спасибо вам за эту диаграмму. Они же уже сопровождали, и они все тут видели, что не так. А мы, кстати, нашли две ошибки и исправили их с этой диаграммой, ну, аналитики. Вот поэтому очень полезная диаграмма. А для вас это... Вот накидали вообще, кто что делает, сразу видно. А в тексте, ну, пойди еще вот разбери, кто там. Попробуйте тестировать текст, да? Его еще разработать надо, чтобы не все поняли. То есть все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Поэтому проверять вот так. Если не так, то, ребята, вопросы к аналитикам. Так, проверяем. Ну, это я сказала. Все ли роли, все ли шаги процесса, точки решений? И отражены ли возвраты решений? Тут тоже. То есть вот бывает, что там, да, в ту сторону идет, а нет, оно где-то терялось, заплатилось. Такое тоже бывает. Вот. Ну, тут еще, скажите, что на этой диаграмме, кто немножко владеет, чего не хватает на этой диаграмме? Да, да, да. Конечно, конечно, да. Но, скорее всего, это такая нотация. Вот я знаю, такие нотации есть. Ну, я бы начало и конец отметила. Итак, идем дальше. Вот сейчас два примера функциональных требований. У нас есть доска объявлений и горшочек. Вот прочитайте, пожалуйста, за несколько минут. Аня, ты, может, это возьмешь? Нет. И скажите, где легче читать, проверять? Право, конечно. Горшочек. Право, конечно, да. А чего не хватает? Картинки, ладно, вот в тексте. Каких, чего не хватает? Чего есть слева, а нет справа? Ролей нету, конечно, да. Там-то роли есть, они вот так вот все перекрученные, да? Их еще вытащи. А здесь ролей нету, да. То, что может быть. Правильно. Вот. И теперь немножечко еще про ролей там. И вот эти вот все эти. Как диаграммы использовать? Диаграмма перевода в состоянии. То есть у нас есть состояние, статусы, да? Вот этого нашего горшочка там или поручения или чего-то. Я, конечно, понимаю, что они не всегда бывают. И я, конечно, понимаю, что не дело тестировщиков заводить эти статусы, да? Но если они есть, то вот проверять вот так вот можно. То есть быстренько накидали, это вот я накидала буквально там, я не знаю, за 5-7 минут. А если уж от руки рисовать, то еще проще, да? Вот. Это не все я там не написала. Но, во всяком случае, понятно, что здесь может быть отложен, может быть принят. Это вот текст берешь и вот так вот накидываешь. Все. Тут даже не обязательно, вот поймите, не обязательно все описывать. В том плане, что развилки, если то, то, то. Можно без этого. Вот из принят, идет туда и туда. И ладно. Ну, из статуса. Может так и так. Не надо ромбики здесь рисовать. Здесь важно понять, что мы для всех статусов есть начало. Каждый статус откуда-то переходит. К каким-то действиям. И дальше продвигается. Не повисает в воздухе. Вот это вот важная вещь в этом случае. И еще один момент, который тоже можно также проверить. Таблица состояний. Мы пишем, смотрите, артефакт. На каждый этот артефакт. У нас есть те статусы по горизонтали и по вертикали. И мы пишем. Это одни и те же статусы одного и того же объекта. Ну, вот эти вот, по-моему, даже. И мы пишем, что из отложено. То есть из подготовки он выполняет в отложено. Пользователь сохраняет неполный заказ. Это отложено. То есть фактически вот эти вот вещи, которые мы здесь пишем, а они были там в тексте. То есть не обязательно диаграмму, а потом таблицу. Может, сразу таблицу. Мы вот так вот описываем и видим, что у нас нет. И мы здесь можем задать вопрос. А почему вот здесь вот не закрыто? Почему вот у нас, допустим, здесь нету этой ситуации неправильной? Ну, обычно рисую, там не нарисовала. Допустим, у нас из отложено, вот если бы не было того, на второй строчке пользователь открывает неполный заказ, если бы его не было, а мы уже видим, у нас по тексту оно есть. Точнее, мы понимаем, что из отложено он должен куда-то вернуться, а по тексту его нет. Я немножко запуталась. И вот таким образом мы проверяем, и это недолго, если вот берешь текст, если привыкнуть к этому работать. И еще проверки требований некоторые там. Я начну снизу. Срого определяем пограничное значение. То есть иногда мы пишем, если до, допустим, 100 рублей, то что-то, а если больше, то что-то, а если ровно 100 рублей в какую сторону. Я думаю, что такие случаи у вас бывали. Не применять... А, или там вот, если меньше, если между. То есть вот эти вот фразы, они очень болезненные. Их вроде бы... Ну, аналитик же честно написал, он старался как мог. А вот на самом деле они неприятные. Исключить негативные требования. Пользователь не может, система не должна. отсутствует возможности. А как их сказать правильнее? Как бы вы сказали? Как надо сказать? Кто-нибудь приведите пример. Еще раз. Система блокирует возможность совершить какое-то действие? Ну да, наверное, да. И не использовать оценки. То есть когда мы обычно описываем атрибуты качества, нефункциональные требования всякие, то мы даем иногда качественную оценку. Ну и даже если мы просто описываем функциональные тоже, да, тоже неоднозначные слова. Обязательно, обычно, там вот такие вот. То есть если у нас слова не обязательно, обычно, возможно, это означает, что там есть, скорее всего, там есть развилка. Там может быть так, а может быть сяк. А поскольку чаще всего вот так, то они пишут обычно. А вот то, что необычно, умолкают. Вот поэтому вот эти слова просто надо не принимать, исключать. Вот. И тут я собрала всякие в помощь вам записи, которые я использовала при подготовке этого доклада. Еще от того прошлого. Сейчас уже меньше. Сейчас я в основном ВИГЕРСа использовала. Вот. Если ВИГЕРСа здесь нет, то я прошу прощения. Это классная книжка для аналитиков. Разработка нефункциональных. Нет. Разработка требований к программному обеспечению называется. И спасибо за внимание. И я передаю слово Ане, которая тоже должна быть здесь на фотографии. И она тоже участник этого и мастер-класса. И я Gracias. Андрей с教атом смы collide.